Переходим к дневному, первому дневному заседанию поэтика индивидуального стиля, филологической методологии Юрия Минералова. И открывает наше утреннее дневное, первое дневное заседание Татьяна Александровна Егерева. Татьяна Александровна, я видела, что вы с нами. Да, Татьяна Александровна, я вам с удовольствием предоставляю слово. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного музея-усадьбы Остафьева «Русский Парнас». Я не безусловный поклонник комедии его. Вяземский о комедии Грибоедова «Горе от ума». Татьяна Александровна, там слово. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Сегодняшний мой доклад будет посвящен тем темам, которые уже были заявлены, о которых мы говорили. С одной стороны, это бережные и трепетные отношения к прошлому, а с другой стороны, отказ от клишированности, поиск собственных путей и стремление самостоятельно толковать прочитанное. Сейчас я попытаюсь открыть экран. Князь Петр Андреевич Вяземский был собеседником Александра Сергеевича Грибоедова, его современником. Он был одним из первых, кому Грибоедов читал «Горе от ума». Это было в Москве в 1823 году. И Вяземский потом очень гордился тем, что в тексте комедии есть и его работа. Есть капля, но если не меда и желчи, то, по крайней мере, капля чернил. То есть точка. В известном явлении второго действия, когда Чацкий говорил, желал бы с ним убиться для компании, по поводу упавшего с лошади Молчалина, Вяземский высказал такое замечание Грибоедову, что влюбленному Чацкому неловко употребить пошлое, по выражению князя, выражение для компании. А лучше бы передать это служанке Лизе. И Грибоедов так и поступил, и точка разделила этот стих на два. И уже во второй редакции комедии желал бы с ним убиться эта реплика Чацкого и для компании с спросительным знаком опроса эта реплика Лизы. Интересно, что музейный автограф комедии «Горе от ума», который сейчас хранится в отделе писемных источников Государственного исторического музея, вполне сохранил вот эту совместную работу Вяземского и Грибоедова над текстом комедии. Там действительно видна и жирная капля чернил, то есть точка. Там видна и галочка над этой точкой, где рукой Грибоедова вписано «Отдать Лизе». У нас в музее будет открытая выставка, посвященная Вяземскому и Грибоедову, и мы там планируем показать скан вот этого замечательного листа. Это 35 об музейного автографа комедии «Горе от ума», где как раз видна их совместная работа над текстом. Кстати, больше никаких замечаний Петр Андреевич не высказывал по мере устного слушания комедии. Более того, он узнал в ней себя. В позднейшей мемуарной статье у него была такая замечательная фраза. Скоро после приезда в Москву Грибоедов читал у меня и про одного меня комедию свою. Возможно, Вяземский, который отличался язвительностью, острым умом, умением разить общественные пороки огнем и пиграм, увидел какие-то свои черты в главном герое комедии в Чацком. Хотя в обществе ходили слухи, что прототипом Чацка является Чаодаев. И даже вот в письме Вяземскому Пушкину 1823 года есть такой вопрос, что такое Грибоедов, мне сказали, что он написал комедию на Чедаева. В любом случае, первое отношение Вяземского к комедии было скорее положительным. «Я приветствовал горе от ума живым сочувствием», писал он впоследствии. Однако, несмотря на это, именно по настоянию Вяземского в рецензию Полевого, которая была посвящена публикации отрывков из «Горя от ума», были вставлены ряд критических замечаний. Но известно, что эта первая публикация была осуществлена Фадеем Булгариным, его альманахем «Русская талия». На альманах сразу же откликнулся московский телеграф, в котором тогда очень активно участвовал Вяземский. И хотя рецензия была написана Полевым, и там по отношению «Горя от ума» было все сказано очень хорошо, но вот Вяземский добавил несколько желчи в эту рецензию. «Беспристрастно суде надо пожелать больше гармонии и чистоты» в стихах Грибоедова. «Поражение глаз мигом не прищурек, кто же радуется, это черномазенький дом зеленью раскрашен, нету дела, слыли за дураков, а противит к пехмахеру, дерут уши». Ну и впоследствии это будет одним из пунктов обличения со стороны Вяземским «Горя от ума». Он постоянно повторял, что небрежность языка и стихосложения доведены в комедии до непростительного на своей воле. Эта мысль у него проходит в разных статьях. Следующее по хронологии обращение Вяземского к осмыслению «Горя от ума» произошло, когда он работал над книгой «Фан Визин». Первая редакция была им подготовлена в 1829-30-м годах, когда он в Астафии пережидал эпидемию холеры, находился там вот на карантине, но и заодно писал «Фан Визина». Восьмая глава «Фан Визина» была посвящена как раз «Горе от ума», потому что Вяземский сказал, что из современных комедий только одна может сравниться с «Фан Визином» в мастерстве, это, конечно, «Горе от ума». И в этой восьмой главе, которую он потом впоследствии опубликовал отдельно, в «Современники» в 1937 году, он привел отзыв Пушкина о «Горе от ума», ну и ряд своих замечаний, в основном они тоже были отрицательные, но были и положительные, то есть здесь Петр Андреевич пытался сплести объективность. Что касается отрицательных, он заявлял, что «Горе от ума» — это не комедия нравов, а разве обычаев, потому что если искать выиски современных нравов Софии, то можно сказать, что это поклёб на нравы, либо исключение, которое вообще неуместно на сцене. Ну и вслед за Пушкиным Петру Андреевичу очень понравился характер Чацки, он говорил, что ум, каков ум Чацкого, это не есть ум хороший не для себя, а не для других завидный. В этом главный порог автора, что посреди глупцов разного свойства вывел он одного умного человека, да и кто бешеного и скучного. Но это прямая перекличка с известными словами Пушкина, что умный человек должен с первого взгляда знать, с кем он имеет дело, и не метать бисер перед репетилом и ему подобными. Но Вяземский отметил ряд достоинств «Горе от ума» — это живости жизненных сцен комедии, которые живьём были перенесены из мира действительности и показаны на сцене. И второе, что он отметил на моперство Думатургии Грибоедова в плане большого количества второстепенных персонажей, особенно в сцене бала и разъезда после бала, Вяземский посчитал, что вот так вот расширяя сцену, Грибоедов расширил границы самого искусства. Следует сказать, что вот среди этих лиц, причём не только второстепенных, но и тех, которые упоминались в комедии, например, упоминались в обличительных монологах Чацкого, причём упоминались без имён и фамилии, они были известны современникам, этих лиц потом упоминал Вяземский в своих знаменитых старых записных книжках. И в записных книжках, это говорит о том, что он очень хорошо, кстати, знал текст «Горе от ума», и вот описывая некоторых, своих современников, он говорил, какую характеристику они получили в монологах Чацкого. Но один из самых известных его современников, который, конечно, все узнали, это знаменитая Татьяна Юрьевна, которая по отзыву молчалина, как обходительно, добра, мила, проста, балы даёт нельзя богаче, от Рождества и до поста, и летом праздники на даче. Но здесь, я думаю, не только Вяземский, здесь каждый, конечно же, узнал, Просковью Юрьевну Калагриву, которая была родной тёщей князя Вяземского. Ну и известная реплика Чацкого слыхал, что вздорная, вряд ли могла понравиться самолюбимому князю. С течением времени отношение Вяземского к комедии становилось, ну скажем так, всё более и более критичным. Я бы сказала, что это было связано с тем, что князь Пётр Андреевич старел. И, как для любого человека, времена его молодости, лучшие времена его и литературной деятельности, и его дружбы, это как раз Москва, вот периода от отечественного войны 12-го года и до 1825-го года, она рассматривалась им как время высшего взлёта дворянской культуры. Вот того уровня культуры, который уже не дано достичь современности. Поэтому критика этой старой Москвы, которая шла в опоре на горе от ума Грибоедова, конечно, представлялась князю Вяземским несправедливой и однобокой. В 1965 году вышла его статья «Допотопная или допожарная Москва», где он прямо говорил, что новое поколение, к сожалению, знает о старой Москве по комедии Грибоедова, судит на ней по этой комедии, хотя Грибоедов выступил как лукавый нестр, потому что, может быть, в какой-то части Москвы, как говорил Вяземский, встречались нравы, выведенные в комедии, но при этой тёмной Москве была же ещё и другая, и светлая Москва. А в первую очередь это Москва салонов. Вот для Вяземского, да, в общем-то, и для многих его современников, конечно, именно в первую очередь дворянские салоны рассматривались как средоточие ума, остроумие, мысли того общества. И сам Вяземский был завсегдатаем этих салонов. Ну, кстати, замечательный салон был и в доме у его батюшки, старого князя Андрея Ивановича. Там собирались вот именно что московские тузы, и вот в статье «Допотомтная Москва», которая, кстати, построена как прямое опровержение Бори от ума. Вяземский давал портреты этих тузов, которые собирались у его отца. Ну, например, те портреты, которые здесь приведены, это князь Белосельский-Белозерский, Лобанов-Ростовский, Лопухин, граф Разумовский, Панин, Воронцов, ну, и многие другие. И Вяземский писал, что за тузы в Москве живут и умирают, и портрет встречает смехом и песканьями. Этот стих Фанусова в самом деле забавный, но если разобрать хладнокровнее, то что за беда, что в колоде общества встречаются тузы. Уже ли было бы лучше, если бы колода составлена была из одних двоек. Поэтому, скорее, не сама комедия, а именно реакция критики на нее так задевала Петра Андреевича Вяземского. Вот русскую критику приформенную, русскую критику 60-70-х годов князь Вяземский не любил. Он считал ее слишком поверхностной. Особенно ему не нравилась известная статья Гончарова «Миллион терзаний», собственно, после которой и утвердился взгляд на горе от ума, как вот на такое яркое зеркало общественной жизни старой Москвы. В статье «Дела или пустяки давно минувших лет» Вяземский так и прямо говорит, что, признаюсь, мне скоменно набили эти стереотипные прилагательные, бессмертные, гениальные, которые по заведенному динужному порядку примешивают комедии «Горе от ума». Ну и дальше уже прямой выпад в адрес литературных критиков. Хотелось бы спросить этих господ, из каких доходов раздают они эти дипломы на бессмертие и гениальность? Какие личные права имеют они на подобные производства? Но следует сказать, что эта статья описалась в форме письма к Лангинову, и она предполагалась для печати. Ну, кстати, и была опубликована в русском архиве за 1973 год. Поэтому в ней Вяземский еще сдерживался и отдавал должное «Горе от ума». А вот в статье «Заметки о комедии «Горе от ума» это тот же 1973 год, она не пошла в печать, она осталась в черновиках. Вот там Вяземский сказал все, что он думал по поводу этой комедии. «Заметки о «Горе от ума» они сейчас входят в состав материалов для старой записной книжки. Были опубликованы они и Винским в НЛО уже в 1999 году. Заметки это совершенно замечательные, в том плане, что все те разрозненные замечания, которые раньше Вяземский давал по поводу комедии в разных своих статьях и работах. Вот здесь они собраны в одном тексте и ужесточены до максимальной степени. Во-первых, Вяземский сказал, что вот так, как изображена история, в комедии это поклеп на историю и поклеп на наши нравы. Мне понравилась ему также известная фраза Чацкого «Времен очаковских покорения Крыма». Дело в том, что старый Вяземский идеализировал эпоху Екатерины II. Поэтому он еще сказал и по поводу Екатерины II, что там тоже совершенно несправедливо ее в комедии Грибоедова эта эпоха отображается. Кроме того, повторил он все свои филипики в адрес Чацкого, сказал, что вот из всех героев комедии, раз уж это комедия, самый смешной герой только один. Это как раз Чацкий. И он, кстати, по пунктам сказал, чем он смешной. Смешной, потому что влюблен в халду, которая не имеет никакой девической прелести и женской привлекательности. Умный человек не может влюбляться в халду. Кроме того, смешон, потому что не умеет вести с дамой светского разговора. Вообще, для Вяземского, для аристократа это было само собой разумеющимся, что дворянин умеет понравиться даме и умеет вести разговор, который был бы приятен ей. И то, что Чацкий не может найти общего языка Софи с точки зрения Вяземского, который судил его по нормам светской морали, это ненормально, да, это смешно. Ну и, наконец, смешна его ревность к молчалям. В этих же заметках Вяземский, наоборот, оправдывал Фамусов, сказал, что это очень хороший образ, такой житейский, правдоподобный, дошел даже до того, что оправдывал не только Фамусу, но и Молчалина. И даже вот эти знаменитые умеренность и аккуратность Молчалина Вяземский сказал очень здоровыми и в жизни очень хорошими качествами. Интересно, что вот эти вот подходы, которые здесь намечены в заметках комедии «Боря от ума», похожи у Вяземского с Солженицыным. Кстати, сборник Солженицына, протеревший глаза, был издан как раз в том же, в 1999 году, что и заметки комедии «Боря от ума» Вяземского. Несмотря на то, что Вяземский судит комедии с точки зрения светской нормы Солженицына глазами зэка, они похожи в том, что им не нравится литературная критика, им не нравятся вот эти вот закаменелые предвзятые суждения, которые раз, будучи высказанными, потом получили вот это вот постоянное право на проживание и то, что комедия постоянно рассматривается и читается, по сути, глазами вот этой вот критики. Вяземский, например, прямо говорил, что Грибоедову у него нет никаких претензий, он сделал свое дело, сделал его отлично, мастерски, но виноватый подлежат осмеянию именно литературной критики, которые, не зная сами эпоху, пытаются что-то сказать о ней, опираясь на текст комедии. Но убеждения Вяземского и призыв его относиться к комедии именно как к литературному произведению были неуслышаны, и в 1974 году Сусюлевич в Вестнике Европы публиковал переписку Голковой и Клонской. Но мало того, что в этой переписке было сказано и про самого Вяземского, и даже и про супругу его, Веру Федоровну, так еще и редактор подобрал название для этой переписки «Грибоедовская Москва». И, соответственно, в предисловии сказал, что он Москву и общество, нравы, как они реставрировались, уикавичил Грибоедов в своей комедии «Горе от ума». Но, естественно, когда Вяземский прочел «Вестник Европы», он терпеть не мог этот журнал, и именно поэтому его читал. И вот когда он прочел вот такое вот предисловие редактора, он был страшно забешен, и он написал статью возражения, в общем, с таким же названием «Грибоедовская Москва», где сказал, что, во-первых, само заглавие не кстати и произвольно, кроме того, он сказал, что, а где вы, собственно, здесь в переписке увидели Грибоедовскую Москву, это скорее Москва анти-Грибоедовская, потому что ни Фамусова, ни вот Фамусского общества в ней как раз не проглядывается. И в-третьих, там тоже была очень интересная мысль у Вяземского, что стоит ли ученым, историкам, редакторам публиковать все источники из прошлого. Вяземский там сказал, что по принципу «все, что в печи, все и на стол мечи». Зала, что-то такое несъедобное, «все, давайте вот будем публиковать, потому что это что-то новое». И Аземский говорит, а если вот еще живы люди, которые действовали в эту эпоху, если не вполне прилично публиковать какие-то обстоятельства, связанные с их жизнью, редактору на ум это даже не приходит. Но в оправдание Анастасия Леевича можно сказать, что вот эта вот переписка, она еще как раз очень корректная, потому что, например, Бартенев, а у него в руках переписка «Волково-Всланцкой» оказалась еще раньше, чем у Анастасия Леевича, так Бартенев, он специально сделал подборку, касающуюся Петра Андреевича Вяземска и Веры Федоровны Вяземской, вот из этих писем. Подборка, которая там про Веру Федоровну были сказаны очень критические, очень резкие слова, но в русском архиве она не была публикована, наверное, из-за того, что Петр Андреевич резко против этого протестовал. И видел... Татьяна Александровна, если можно, вот потихоньку... Уже сейчас, в 2007 году, в российском архиве. Ну, в своем отношении, горе от ума, Вяземский был прав и неправ одновременно, это чтобы подводя итог. Прав в желании отстаивать свое собственное прочтение этого произведения, но это у него было всегда, а прав в нежелании слушать литературных критиков и смотреть на произведения и идти вот по тем прохоженным тропам, по которым прошли уже до него, да, у него был в этом плане свой взгляд. Еще, конечно, прав в том, что жизнь любого общества, жизнь Москвы, конечно, была многообразной, и она не исчерпывалась только Фамусовской Москвой. Ну, здесь, в общем, с Вяземским сложно не согласиться. А неправ Вяземский был в том, что протестуя против Фамусовской Москвы, он писал о допожарной Москве, о старой Москве, как об обществе очень красивом, очень высоком, но это был тоже идеализированный взгляд. То есть, борясь с одной односторонностью, Петр Андреевич впадал в другую односторонность, что, в общем, тоже, конечно, было неправильно. Но вместе с тем его суждения, вот высказанные в пылу полемики, даже не столько с горе от ума, сколько с критиками горе от ума, они обладают большой ценностью и являются незаменимым источником для историков по реконструкции общественной и культурной жизни в России начала XIX века. Спасибо огромное. Спасибо, Татьяна Александровна. Невероятно интересный, втройне, наверное, интересный взгляд. Вот мы филологи, да, когда встречаются с историками, происходит какая-то магическая совершенно вещь. Необыкновенно интересная. Ну, Татьяна Александровна чудесный человек. Когда приезжаешь к ней в музей, это еще одна песня. Да, бывает. Татьяна Александровна, последний раз. Спасибо, интересно и невероятно. Спасибо.